Некоронованный чемпион мира, шахматный сказочник Карл Эрнст Адольф Андерсон родился в 1818 году в немецком Бреслау. Его мать рано стала вдовой и юный Адольф с детства жил с ней и с младшей сестрой, которая тоже так и не вступила в брак. Да, в семье Андерсонов были старшие дети, старший брат уехал в США, а старшая сестра вышла замуж и жила в Силезии, вот остальных же членов семьи объединило вот такое вот горе. Отец перед смертью, когда сыну было 9 лет, научил Адольфа играть в шахматы. Свою страсть к игре, мудрой игре Андерсон младший пронес через всю жизнь. Семья была небогатой, смерть кормильца стала тяжелейшим ударом, но образование Адольф получил очень хорошее. Он окончил гимназию имени святой Елизаветы, а потом поступил в университет. С детства он обожал читать и в плане шахмат его настольной книгой стал труд англичайна Льюиса «50 партий между Лабордоне и Макдоналем». Адольф изучал труды Филидора и других известных мастеров, играл на лекциях с друзьями, которые тоже умели играть в шахмат. Тогда во многих крупных европейских городах, например Берлин, Вена, Париж, ведущие шахматисты при фактическом отсутствии шахматных клубов специализированных, которые имелись только в Англии, собирались в кафе. Например, знаменитое кафе «Режанс». А в Бреслау шахматисты собирались просто в баре. В баре под названием «Нова». Но вот у не помнящего в Дота 2 никнейм «Фрост Нова», а бар был «Нова». Кстати, к барной продукции, к пиву, всякого рода настойкам, шнапсам Адольф был совершенно равнодушен. Он мог выпить немножко вина, никогда не злоупотреблял, и его целью было просто обыграть всех в этом баре. Скоро, особенно после прочтения капитальных шахматных трудов ведущих маэстро, он начал громить всех вновь под ноль. И в 1842 году происходит в некотором смысле историческое событие. Андерсон выпускает книгу «Задачи для шахматистов». Да, естественно, композиция в то время уже была развита, но Адольф составлял книгу с учетом запросов игрока-практика. И это сделало ее намного лучше. То есть в некотором роде он стал первым игроком в истории, который начал тренировать свой расчет-вариант. Книга чемпиона Бреслау, естественно, очень многим понравилась. Сделало его знаменитым на всю Германию и в Берлине заинтересовались. А что же это за такой Андерсон? Тогда почти все ведущие игроки записывали свои красивые партии, а потом рекламно публиковали их с эффектными комментариями. Надо сказать, что Андерсон никогда не записывал сам свои эффектные победы. И никогда сам ими не хватался. Поэтому его творчество в молодые годы практически неизвестно. Бац! И откуда-то появился супер-игрок 19 века. Но его работа с книгами свидетельствует, что лидер шахматистов Бреслау отдавал должное аналитическому труду. Просто не выставлял его на показ. А ведь в тот момент он уже блестяще трактовал модный гамбит Эванса. Обладал уникальным атакующим стилем и мало кто мог бороться с ним на равных, на встречных курсах в этих динамичных позициях. Черный Андерсон охотно шел на позиции не менее модного, хоть и старинного королевского гамбита. Причем отстаивал там защиту с взятием на М4 и потом Ж5-Ж4. Гулять так гулять. Заберем еще и коня. Люди, воспитанные на партиях классиков итальянской шахматной школы, тогда привыкли. Навалился на F7 и выиграл. А Адольф, благодаря своим задачам, в конкретной игре уже действовал достаточно предприимчиво. Хотя периодически ему досаждали одноходовые зевки, которые преследовали Андерсона до конца карьеры. Высшую ступень своего образования Адольф должен был получить в столице. И там произошла его историческая встреча с представителями так называемой берлинской плеяды. Пауль Рудольф фон Бильгер, Людвиг Эрман Бледов, Бернхард Горвиц, Тасила фон Хандебранд, Ундерлаза, Карл Майет и другие мастера. В кафе Хойзлера, берлинском аналоге рижанца, собирались все сплошняком богачи, аристократы, творческая интеллигенция. Конечно, талант Андерсона был виден невооруженным глазом. Например, маэстро Вильгельм Гонштейн сразу сказал, этот парень обыграет всех. Но поначалу Андерсон сталкивался с страшными комплексами. Он ведь был бедняк. А надо было в берлинском кафе общаться со сливками общества. Он поначалу просто страшно комплексовал. Андерсон был крупный видный мужчина. Подражая аристократии, начал покуривать сигары на первой выигранной, при модной тогда игре на ставку деньги. Стесняясь, выглядел таким простоватым, дружелюбным здоровяком. Но когда дело оказалось шахмат или ущемление прав в шахматах, то мог ответить жестко и грубо. Особенно он не любил, когда кто-то влезал в игровой процесс и начинал подсказывать ходы. Слабые ходы. И даже если в партию влезал какой-то вельможа, то немножко оперившись в берлинском обществе, Андерсон мог послать и послать далеко. Славу одного из лучших немецких шахматистов Адольф заслужил в матче с маэстро Даниэлем Гарвицем, который имел за плечами опыт борьбы против лидеров Англии и Франции, Говарда Стаунтона и Леонеля Кизеритского. Сыграли 5-5. Положено было биться за победу в решающей партии, но противники решили не рисковать и матч признали закончившимся в ничью. После этого Андерсон отбыл в родной Бреслау и хотел начать работать преподавателем математики немецкого языка в гимназии имени Фридриха Просветителя. Фридрих II внес огромный вклад в культурное преображение немецких земель. Впрочем, заведение это было престижное, конкуренция за попадание туда значительная и Андерсону предложили сначала попробовать себя в роли домашнего учителя-репетитора. Приходить домой к особым деткам и как-то проявлять себя с ними талантливым педагогом. И тут, в 1851 году, во время всемирной выставки в Лондоне, лидер англичан и по общему признанию первый шахматист мира Говард Стаунтон задумал провести международный турнир. Приглашение отправили лучшим игрокам Англии, Франции, России, Австро-Венгрии и даже в индийские колонии. Однако кто-то не мог приехать из-за службы, кто-то не имел средств, а кому-то было очень далеко добираться. Возникала серьезная угроза того, что в турнире сыграют одни хозяева и он не получит международного признания. Когда берлинское шахматное общество решило, что от Германии сыграют Андерсон и Карл Майетт, то Адольф сначала собирался не ехать. Ну, понятно, первый приз очень заманчив, но его же надо взять, а расходы? А что делать с работой в гимназии? Тогда Стаунтон, понимая, что надо спасать ситуацию любой ценой, пообещал немецкому маэстро оплатить то, что он потратит на дорогу, в том случае, если Андерсон не попадет в основные призы. То есть, говоря современным языком, пообещал гостю прием с дорогой. Говард тогда не знал, что ведет переговоры с тем, кто лишит его негласной мировой короны. И тут Андерсон идет на невероятный шаг. Он проводит первые в истории шахмат-сборы, едет в Берлин, где играет около ста партий с другим представителем Германии Майеттом, потом Жаном Дюфренем, Максом Ланге. Для немецкого шахматного сообщества это был исторический момент. Французы и англичане на фоне матчей Лабурдоне-Макдональд и Стаунтон-Сент-Амонт немного попирали их несомненные права на одно из лидирующих мест в европейских шахматах. Мол, нет у вас таких традиций, нету супершахматистов, поэтому берлинская плеяда сделала все, чтобы подготовить своего любимца. В Лондоне Адольф был исключительно сконцентрирован на результате. Он даже не сходил в хрустальный дворец посмотреть на невероятную для своего времени выставку. Он сказал, я приехал в Лондон, чтобы играть в шахматы. В итоге в стартовом матче он обыгрывает 2-0 одного из самых сильных противников француза Лионеля Кизеритского. Лионель был так уязлен фиаско, что остался играть легкие партии до отбытия за ла-манш. И в них ему сопутствовал, надо сказать, успех даже с Андерсоном. Но еще одна из побед Адольфа над Кизеритским вошла в историю как бессмертная. Пожертвовав добрую половину своих фигур, Андерсон замотовал неприятельского короля. На всю жизнь эта партия стала одной из его визитных карточек. Пройдя первый круг, Адольф вышел в четвертьфинал, где отметился достаточно современной трактовкой социальской защиты. Поначалу проигрывая тяжелый матч венгру Йожефу Сену, он сумел переломить ход поединка и первым выиграть 4 партии. 4-2. А ведь тогда традиции хода С7-С5 только зарождались. Это потом его будут популяризировать Паульсен и другие игроки. А тогда считалось, играем в Е4, Е5. А потом пора обязательно заряжать Гамбит. Эпоха-то романтическая. А в социальянских позициях Андерсон на голову лучше современников понимал происходящее. Потом он просто разгромил 4-1 главного фаворита Стаунтона. И в финале одолел 4-2 еще одного сильного англичанина Мармардюка Уайвилла, который позднее предпочел шахматам политическую карьеру. Стаунтон, проигравший еще и матч за третье место, находился в шоке и хватается за соломинку. В положении о турнире он заранее умно прописал, что можно вызвать победителя на полноценный матч. 21 партию. Но тут начались противоречия. Андерсон предлагал начать сразу. С началом учебного года в конце августа его все-таки брали на работу в гимназию. Стаунтон же заявил, что организовал турнир, устал, ему нужно отдохнуть. В итоге переговоры зашли в тупик. Позднее Говард и его сторонники написали что-то на тему, что Андерсон выиграл случайно. А Адольф, человек скромный, но в моменте прямой разродился публикацией про плохую организацию лондонского турнира. Что на стол локти некуда было поставить, а англичане в соревнованиях без часов, не было тогда часов, играли без них, да, просто сидят и в безнадежных позициях тянут время. Конечно, никакого матча после такого обмена любезностями не состоялось. А Андерсон, выиграв на английской земле еще один турнир, который проводили политические соперники Стаунтона, и намного обогнав там Кизерицкого, Гарвица и Горвица, с триумфом отбыл домой. Он вернулся настоящей легендой, человеком, который сокрушил французов и англичан. Слагали стихи об Андерсене и величии немецкой нации. На родине его объявили шахматным королем, нарисовали огромный портрет, шахматные клубы в Германии называли его именем, а денежную единицу в 75 феннингов увенчала позиция из его бессмертной партии. Конечно, Адольф начал чувствовать в обществе себя намного увереннее. Однако он так и не женился и продолжал заботиться о матери с сестрой. Порой на вечерах по случаю его победы его атаковали высокородные дамы. Он был учтив, галантно шутил с ними, но как только кто пытался взять главного шахматиста на абордаж, сразу глухая стена. Он не пытался развивать отношения с представительницами прекрасного пола. Через год после победы в Лондоне Андерсон играет блестящую партию с Дюфренем, которую тоже заканчивает матовым каскадом жертв. Его называют неувидаемо и печатают во всех европейских журналах. Андерсон признанный лучший игрок мира, но, к сожалению, после этого практически перестает наступать, ограничиваясь только легкими партиями. Адольф углубляется в занятия наукой и ставит себе цель занять профессорскую должность в университете. В своей гимназии он вел занятия в старшей школе, преподавая у выпускных классов одновременно немецкий и математику. Вы представляете вот сейчас себе учителя старших классов, который одновременно блестяще преподавал бы алгебру, геометрию, русский и литературу? Андерсон был очень компетентен и имел огромное количество блестящих отзывов. Он никогда не пропускал занятия без увозжительной причины, играл шахматы только в отпуск. Скурпулезный, педантичный, настоящий немецкий типаж. По воспоминаниям известного шахматиста Эрнста Фалькбейера, который хорошо знал Андерсона, замечательная память шахматиста проявлялась не в одной лишь игре. Андерсон легко запоминал шедевры древнегреческой литературы, причем не фрагментами, а целиком. Поражал он и прекрасными математическими способностями даже признанных специалистов. Без труда, специально не готовясь, решал сложнейшие задачи по геометрии. Настоящая легенда своего времени стоила ему красиво обыграть кого-то в шашки, как сразу по Германии разлетели статьи о том, что Андерсон и в шашках, сильнейший в мире. Однако в 1857 году прозвенел тревожный звонок. На турнире в Манчестере Андерсон в четвертьфинале обыграл Гарвитса, а потом проиграл в полуфинале Левенталю. Играли на вылет по одной партии, поэтому можно было счесть это случайностью. Увы, после этого Адольф просто год не садился за доску, и когда в европейские шахматы ворвался Пол Морфи, то совсем оказался не готов биться с американским метеором. Адольф прибыл в Париж на матч, закончив последнюю лекцию в гимназию и не заходя домой сев на поезд. Он начал поединок с победы, но затем Морфи начал громить его партию за партией. Стоит особо отметить, что вторую свою победу в матче немецкий чемпион заработал в фирменном дебюте А2-А3 первым ходом. Он так несколько раз в матче ходил против своего соперника, чтобы любой ценой уйти от теории, от немедленного столкновения в центре. В итоге значительно более готовый Пол уверенно выиграл противостояние 7-2 при двух ничьих, нокаутировав соперника и в его коронной сицилянке. А потом в неофициальном тематическом поединке в королевском гамбите разбил соперника 5-1. Понятно, что Морфи был сильнейшим в то время, но Андерсон явно мог сражаться значительно сильнее, если бы готовился как к Лондону. Мы все знаем, что Андерсон вошел в историю шахмат как блестящий представитель комбинационной школы, как буквально последний шахматный романтик. Но как справедливо описал известный журналист, историк Яков Ништат, чтобы противопоставить учение стейнице комбинационной школе, лидеру этой комбинационной школе приписывались все ее недостатки. Постоянно про Андерсона говорили, что он любил известную пословицу «Лучшая защита – это атака». Часто любили его представлять этим шахматным гусаром, который только умел что атаковать. Однако на самом деле тяжелое поражение от Морфи заставило Андерсона снова работать и прогрессировать. В его творчестве теперь встречается игра с изолятором, борьба против сдвоенных пешек. После затворничества американского гения он снова оказывается впереди всей планеты, пока не взошла звезда Вильгельма Стейниц. Итак, после такого удара в матче с Морфи Адоль вернулся в большие шахматы. Помогло то, что став профессором и почетным доктором наук, ну, университет в Бреслау присвоил звание из-за гордости своего любимца и без всякой защиты диссертации. Вот, и начав преподавать, Андерсен все-таки мог позволить себе более свободный график и больше выезжать. Он убедительно выигрывает серию матчей у шахматистов старшего поколения и, что очень важно, у восхищающей звезды Игнаца Колеша, причем вырвав победу в самой решающей партии. На международном турнире 1962 года в Лондоне, вновь приуроченной к международной выставке, он снова первый, обогнав главного конкурента Паульсена и выиграв личную битву молодого Вильгельма Стейница. Их противостояние со Стейницем начало носить принципиальный характер. В 1866 году состоялся матч, перед которым Андерсен, вообще человек очень сдержанный, заявил, что противник вообще вряд ли сможет выиграть у него хотя бы одну партию. Однако в настоящей мясорубке без компромиссов и ничьих вихрей осложнений победила молодость. Выиграл Стейниц 8-6. Но Адольф не сдался. В 1870 году волшебник комбинации побеждает на супере в Баден-Бадене. При этом дважды обыграв Стейница и за счет этого опередив его на полочка. У Андерсена появляется ученик, живший в Бреслау, будущий соперник Стейница Цукерторт. Адольф и Аган много играют и смотрят вместе на пару, редактируют немецкий шахматный журнал. Поздний Андерсон уже более принципиален, он стремится к дебютным дискуссиям варианта, который уже изучил. А не пытается играть по принципу, вот новый интересный вариант, там А3, а там куда кривая вывезет. Увы, потом начал сказываться возраст, ведь Андерсон был старше Паульсена на 15 лет, Стейница на 18, а Цукерторта на 24. Тем не менее, он продолжал раз за разом садиться за доску и обычно не занимал ниже третьего места, даже когда играли все сильнейшие. Современники уважали его безмерно. Юбилей Адольфа отмечали с большим размахом, например, на 50 в Лейпциге прошел настоящий праздник имени юбиляра. Андерсону подарили сделанную из мрамора и драгоценности доску с фигурами, изображавшую позицию из его победной партии в матче со Стаунтоном на первом международном турнире в Лондоне. Но тут вмешалось плохое здоровье. В конце жизни у Андерсона были серьезные проблемы сердца. Врачи просили его поберечь себя, но он продолжал играть в шахматы и преподавать. Он часто любил задаваться вопросом, кто заменит меня в университете и гимназии и кто заменит меня в немецких шахматах. Говоря со священником, со всей прямотой сказал, мне не нужно прощения, я встречу смерть как свой последний поединок, коих я провел сотни за всю жизнь. В 1878 принимал еще экзамены, хотя уже чувствовал себя очень плохо. Он не хотел уходить на пенсию, так как пришлось бы оставить хорошую служебную университетскую квартиру. Лишь за два дня до смерти печально произнес, поскорее бы это все закончилось. Так сказал капитулировавший боец, который всегда в своих партиях боролся до последнего. Адольф Андерсон умер 13 марта 1879 года в своем доме от инфаркта миокарда. Его хоронили с большими почестями и практически все ведущие шахматные сообщества того времени прислали похоронные венки в память о блестательном шахматисте, который показал людям настоящую красоту черно-белой игры, торжество духа над материей. И что даже скромная пешечка при помощи пары других оставшихся в конце фигур после серии красивейших жертвенных ударов может заматовать неприятельского короля. Во время Второй мировой войны Бреслао подвергся многодневной осаде и капитулировал только в последние дни войны. Почти все в городе было разрушено, в том числе и многое из памяти о шахматном волшебнике. Снаряды попали и в могилу Андерсона. После войны Бреслао стал частью Польши и был переименован во Врослав. Лишь в 1957 году, после того, как за год до этого перевезли во Францию останки Александра Алехина, Польская шахматная федерация решила перезахоронить прах Андерсона в новую могилу на кладбище Особовицы. Все дело в имени Андерсона, которое, как вы понимаете, было не слишком популярно после Второй мировой войны. Но блестящие партии Адольфа и его удивительная преданность игре вне всяких этих печальных посмертных событий остались в вечность.